здравия желаю мобильные танкисты в этом видео мы с вами поговорим про одну из самых нагибучих серий танков под названием леопард в нашей игре это быстрые машины с весьма грозными орудиями способные в умелых руках тащить катку не оглядываясь на команду танки действительно непростые однако с высоким потенциалом если ты сможешь правильно использовать их мощь что они тебя не разочаруют изначально хотел сделать видео про моды ибо хочется как-то поддержать мододелов но потом подумал и решил что если будут делать ролики наподобие этого то буду в конце оставлять инструкцию на самую крутую шкурку на танк которым не удалось отыскать на просторах интернета и в этом видео будет шкурка на леопарда 1 и это не реклама а просто моя находка для ценителей модов и чтобы не было никаких сомнений вот вам реальная реклама многие из вас думу уже догадались но речь сегодня снова пойдет про гейм арену ведь эта площадка платит тебе за то что ты играешь в танки регистрируйся привязывая аккаунт с блицом и выбирать турнир на фраги или урон набиваешь урона или фрагов за пять боев больше чем твой оппонент тогда получаешь арене ум и так копишь валюту и обмениваешь ее на разного рода скины и кейсы или голду а если ты кроме как в блиц него что не играешь то просто продавай скины с дотой кс в стиме за реальные деньги и спокойно донать в блиц не потратив при этом ни копейки а если ты хочешь еще больше арене ума за короткий срок то оформляй бесплатную карту альфа банка и получать доступ к альфа арене где можно получать больше арене ума и это еще не все ведь помимо плюшек за оформление карты которых немало и которые вы видите сейчас на экране причем обратите внимание наград стало еще больше целых 10 сундуков за получение карты вместо трех честь нового года проходит ивент где почти за любую активность дают дополнительные снежинки которые можно менять на скины а те в свою очередь продавать за деньги поэтому обязательно ознакомлюсь со со всеми плюшками по ссылке в описании это бесплатно а главное интересно первый танк у нас подборки этого к 1602 леопард он хоть и маленький всего лишь пятый уровень однако острые клыки у него уже имеются чтобы давать сдачи первое что вас будет радовать в нем это динамика 60 километров в час скорости вперед и 22 назад хватит вам с лихвой для смены позиции закрутки врагов причем эту скорость он набирает довольно резвый ибо вес танка всего 23 тонны а еще у танка полностью отсутствует броня чтобы не сковывать движение этому зверю но и орудие тут не подкачало хотя но и не без своих приколов это пулемет причем довольно злой с уроном около 300 единиц с разрядкой кассеты по противнику однако все не так радужно у пулемета намного меньше радиус поражение и чтобы гарантированно пробивать и наносить урон нужно не стоять в кустах у красной линии а быть близко к противнику благо динамика позволяет крутить тяжесть своего уровня и это еще не все сюрпризы у танка слабый пробой на бронебойных снарядах всего лишь 80 единиц пробоя а с калиброванными 84 что ситуацию собственно не меняет потому против дт в лоб не повоюешь и придется крутить но этого пробоя против шестых уровней часто не хватает и придется заряжать голду а на голде про фар можно забыть и вообще ибо снарядов пулемете много а стоит каждый из них как крыло боинга потому нагибать на леопарде пятого уровня крайне недешевое удовольствие однако танк все равно крутой он быстрый с интересным орудием что дает интересный и уникальный геймплей на пятом уровне да да множество нервов танк был еще лучше однако и сейчас он крайне хороший нагибуч далее у нас леопард прототип а но для простоты просто ли у пта танк с не самой хорошей репутацию танкистов ибо о его стоковом состоянии слагают легенды и по убогости он может посоревноваться даже со стоковым st1 а этого чувака трудно победить в плане убогости стоки однако если вы мажор и качайте танк за свободку и играете сразу в топовом состоянии то вас данная машина весьма приятно удивит хоть это уже и средний танк они легкие но динамика у него не ухудшилось по сравнению с предыдущим танком даже местами стало лучше 65 километров в час максималки против 60 однако набирает он уже и не так резво ибо размеры стали больше орудия злее но динамики все равно по-прежнему хватает практически на все но игра на девятом уровне не такая динамичная потому динамики для такой игры более чем хватает ну а теперь про орудия с которым уже не все так хорошо как хотелось бы до точностью машина одна из самых комфортных среди других ст своего уровня пробой за 255 миллиметров что больше чем у всех других ст а это значит что высовываясь для выстрела мы будем меньше времени подставляться да и альфа в 350 единиц за выстрел радует но единственное не радует в н всего лишь минус 6 градусов вниз может и не кажется при этом они такими критичными однако мы говорим о танке с полным отсутствием брони для которого встреча с любым большим калибром равносильно смерти потому чем меньше мы подставляемся тем лучше для этой машины но из-за своих минус шести градусов это сделать очень сложно все плохо настолько что пока я не смотрел в ттх то был уверен что там не больше трех градусов вниз танк на деле прекрасный с одним единственным минусом в лице увы однако совладав с его характером на следующем танке вы будете просто кайфовать и наслаждаться игрой однако этот танк способен порадовать но придется свыкнуться с его минусом видео в на десятом уровне на встречать леопард 1 один из лучших средних танков на десятом уровне у него лучшее орудие среди всех ст 10 тут идеально сочетаются лучший дпм среди средних танков ювелирная точность и альфа за 350 единиц это орудие практически полностью независимо от вбр и если ты точно прицелиться значит и почти со 100 процентов шансом попадешь игра на этом танке сравнимо с работой ювелира где людям с трясущимися руками делать нечего помимо этого с повышением уровня не пострадала динамика танк все также быстро способен как менять позиции так и крутить противников помимо этого танк уже может играть от препятствий ибо сюда завезли у вены не минус 10 конечно но и минус 9 целом хватает танк способен принести массу удовольствия игроку играющему на нем это танк на котором ты можешь определить исход боя не оглядываясь на союзников но если ты играешь средне а уж тем более ниже среднего то это танк принесет лишь разочарование это не те машины которые подойдут всем они не научат тебя играть они как хирургические инструменты которым прикасаются обычно когда умеют ими пользоваться а учиться на чем-то попроще если ты умеешь играть ты понимаешь куда нужно ехать при определенных сетапах разъездах картах если ты знаешь все точности карты знаешь что надо делать чтобы побеждать то леопард 1 это тот танк который не будет тебя ограничивать в достижении твоей цели но учтите что среднему игроку на этих танках делать нечего однако опытный игрок от этой машины получит массу удовольствия ну а теперь как установить эту замечательную шкурку которую увидели на протяжении повествования о леопарде первом шкурка работает насколько я знаю только на steam версии так что как установить ее на телефон я не знаю итак для того чтобы все работало нужно скачать пропатченный exe файл который будет первой ссылкой в закрепленном комментарии после этого меню установки просто выбирайте папку с игрой обычно она находится на этом пути далее устанавливаем и все это нам уже больше не понадобится это нам нужно чтобы игра определяла шкурку которую мы будем устанавливать ибо варгейминг постарались так что теперь крутые шкурки устанавливать без танца с бубном практически невозможно далее скачиваем саму шкурку она будет уже во второй ссылке в закрепе просто устанавливаем как обычный мод закидывайте в папку с игрой и все после проделанных махинаций просто заходите в игру и любуетесь этой красотой за этот мод никакого бана нет а утилита которую нужно устанавливать была проверена разработчиками и на которую есть разрешение однако если у вас что-то пошло не так и шкурка почему-то не встала или появились какие-то вопросы то пишите в лс сообщества и автор данного творения случае чего подскажет что вы сделали не так но у меня все стало без проблем если все делать по инструкции а инструкция на самом деле не сложная ну и на этом пожалуй на сегодня все всем большое спасибо за ваш просмотр не забывайте про лайки и подписки на мой канал и до скорых встреч пока что и и и и и и и